Ой, как здорово! Тепло, как в печке! Красота, красота! Так, что же мне делать с этими тапочками? Летние тапки, ой, они еще и рваные, эти тапочки. Ну, неужели их выбросить? Я не хочу их выбрасывать, их еще можно поносить. Но в таком виде сейчас холодно, поэтому я их постирала, помыла. Даже перед тем, если бы я их выбросила на мусорку, все равно они чистые, да? И так пригодятся. Так вот, так вот, что же можно сделать из этих тапочек летних? Ну, их можно украсить, их можно обновить, но их еще можно утеплить. А что для этого мне нужно будет? Сейчас увидите. Чтобы утеплить тапочек, мне понадобится теплый носочек. Кстати, вязала я сама своими ручками. Носочек хороший, практически новый, хотя, конечно, одеванный. А чтобы украсить, мне понадобится кусочек меха. Поэтому этот кусочек я разделила, еще пока не разделила, просто нарисовала, как я его разделю, на два, на две полосочки. И вот эти две полосочки, они пойдут на украшение. Для этого я возьму лезвие и по этой линии разрежу этот кусочек. Опять-таки, натуральный мех, слушайте, все натуральный, все будет теплое. Так, разрезаю я лезвием. Тут нужно работать осторожно, чтобы пальцы не порезать. А так, в принципе, никакой сложности нет. Итак, два кусочка. Ну и приведу эти кусочки в порядок. Хотя это можно сделать и потом, но сделаем сразу. То есть щеточкой расчесываю. Смотрите, как она сразу оживает уже. Как легко и просто, да? Носок выворачиваю наизнанку. Затем надеваю на ногу. Изнаночная сторона. А потом надеваю тапочек. Так. Что я делаю? Опять прячу тапочек в носочек. Аккуратненько. Аккуратненько. Все. Смотрите, тапок практически готов. Теперь с носочной стороны, вот носочек, так. Собираю резиночку, носка теплого, на ниточку. Ниточка должна быть, естественно, крепкая. То есть я вот делаю узелочек. Ну, узелка нет. Правильно? И собираю. Вперед иголочка. Пересобрала. Начинаю стягивать эту резиночку. И что? Обязательно нужно подхватить мысик. Для этого я ввожу левую руку в носочек. Вот. Теперь стягиваю. Все у меня прихвачено. Хорошенечко, хорошенечко все это я стягиваю. Поэтому нитка должна быть очень крепкая. Вот. А потом еще раз, несколько раз, захвачу вот это место, где мысик, хорошенечко захвачу, чтобы оно держалось. И на этом будет работа закончена. Можно тапочек прошить по краям, захватывая нижнюю часть, ну, в том числе и тапочек, да, и нижнюю часть самого носочка. Затем, затем украсим полосочкой. Чтобы проще было пришивать эту полосочку, я пользуюсь шилом. Так, несколько дырочек. Естественно, ниточка с иголочкой. И пришиваю к этому тапочку такую красоту. Ой, как здорово! Тепло, как в печке. Красота, красота. Какие носки, такие и тапочки. Легкие, теплые. Ножка, как в духовочке. Очень классно, очень хорошо. Но я вам скажу, что украсить и утеплить тапочки можно еще не только при помощи носочков, но есть еще некоторые варианты у меня. Если вы хотите, я расскажу. А вам я желаю крепкого здоровья, чтобы ножки ваши никогда не нерзнет, чтобы вы были веселенькие, здоровенькие и всегда улыбались. До свидания. До свидания. Продолжение следует...